Всем привет! Рада приветствовать вас! Я сегодня получила отклик на моё вот это вот стихийное размышление такое для видеодневника о телевидении, ну и разные такие моменты о свободе размышлять. И особенно меня поразило, вот хочется прям выразить вот здесь, что просто вот понимаешь, что ну не просто так тебя эти люди понимают, вот действительно пришли и понимают, вы раскладики, твои загонщики, вы как бы близки, и эти вещи, о которых ты говоришь, им понятны, им близки, они туда двигаются, у них был опыт такой же схожий, да, вот эти элементы, мы же не можем просто так слышать другого, если вот ну вообще там нету как бы базы даже. И одно из близких, вот схожих, это то, что люди отключили телевидение в своё время. Причём мне писали многие из вас, что отключили именно тогда, давно, когда в принципе не то, что сейчас некоторые сидят в интернете, всё смотрят в интернете, то же самое телевидение, а там говорят, да, я тоже телек не смотрю, ну вот такой телек, я там сам выбираю фильмы и всё, сериалы и смотрю их. И здесь вот именно то поразило меня, правда, очень сильно поразило, что мы где-то одномоментно, значит, в тот период времени это делали. Но ведь каждый из нас, вот что удивительно, ну вот из тех людей в основном, да, так происходило, то есть они не были в какой-то группе, которая так делала, они были единицей в тот момент. Для всех своих знакомых и там ближайшего круга там даже и расширяющегося, они такие как бы даже странные были наверняка. Кто-то узнавал, говорит, а что, как ты не смотришь телевизор? Мне лично даже потом говорили, ну как ты, ты что ничего не знаешь, ты что не будешь знать, там, ты это, ты же вообще как бы отстанешь, ну вообще прям у тебя проблемы с головой будут. Мне даже такое заявляют, что все проблемы вот с головой, если не смотреть телевизор, ну это вообще. Еще был прикол в том, что реально мы тогда были одни, там, сами по себе, а сейчас мы объединяемся, да, и не просто так вот, мы стыкуемся именно с такими людьми. Я так была удивлена, ну не то, что удивлена, но так обрадовалась, мы, боже, вот они мои люди, мы всегда были с друг другом. А сейчас, знаете, так классно, что мы можем как-то соединяться, даже там болтать, делиться вместе. Очень хочется увидеться. Я надеюсь, я знаю, что многие в Москве, где-то там рядом, я надеюсь, что у меня будет момент, ну то есть я не то, что надеюсь, я знаю, что так даже будет, что в какой-то момент я приеду, привезу какую-нибудь программу прикольную. Сейчас пройду парочку еще таких вот этапов, которые я хочу сделать в онлайне, там все время тому уделяю по портрету, а потом сделаю программу. Я знаю даже, что я уже хочу привести, чтобы мы все встретились в реальности. Мне бы очень хотелось обнять многих из вас. Вы же лично мне пишете, Вера, Люба, Маша и всех, кого я еще могу забыть, просто именно это вот первое, что пришло на ум. Сегодня мне написали в личку, тоже так невероятно слушать, знаете, что-то такое близкое, и думаешь, вот все не бессмысленно. И мы друг другу подтверждаем, что все не бессмысленно, чтобы приехать и поделиться опытом, рассказать эти истории. Класс! Вот это хотела вам записать. А вообще буду, наверное, поднимать темы, скоро тоже у нас и расклады, и свечой, как я и обещала. Я уже предчувствую какие-то, стоят там у дверях, хотят рассказать, что у них там за программа. Все наши там, кто там, предки, наши какие-то части потерянные, где они что-то не поняли в тот момент, проживая, да, в аватаре, не поняли какую-то часть игры. Всех отправим в вечность, соединим с вечностью и исцелим. И все будет у нас классно. Будем двигаться по этому пути к любви и радости. Люблю вас, мои дорогие люди. Пока-пока.